И всем привет ребят, с вами мистер Ванька, я сегодня записываю новый ролик, сегодняшний видеоролик посвящен информации, которая у нас появилась за последнее время, плюс за последние ивенты и выходные, которые у нас были с особыми миссиями, я, выполняя их, получил 7 контейнеров, плюс еще один бонусный контейнер, потому что танки у нас там влагали. Итого 8 ультра контейнеров и сегодня мы плавненько скатаем каточку, обсудим все новости движения, которые у нас происходят в игре на данный период времени, которые будут у нас новые в игре, да, то есть, ну и немножечко по демочке тоже поговорим, скатаем одну каточку и в конце уже откроем долгожданные ультра контейнеры, посмотрим, что же будет. Мне из них дропнет. Можно было бы, конечно, открыть просто 8 ультра контейнеров и все, но вы понимаете, что видеоролик был бы довольно-таки коротким, поэтому немножечко пройдемся по тому, что у нас есть. Уже есть, конечно, определенные темы, по которым хотелось бы поговорить, наверное, даже отдельно в отдельных каких-то видеороликах, посвященных, например, интерфейсу, провальному челленджу, которому осталось 8 дней. К слову, я по нему пока что еще ничего не говорил. Ну и по тем дисконт-викендам, которые у нас будут происходить все последующие выходные, я думаю, что без никаких пробелов, каждые выходные у нас будут дополнительные акции в игре. Если посмотреть здраво на ту акцию, которая у нас появилась на этих выходных, то, в принципе, в плане там повышенных фондов и опыта ничего там сверхудивительного нету. Обычная DM-очка, очень многие ее ждут и, возможно, были рады тому, что она появилась. Я, конечно, особо, ну, как-то не склонен к этим DM-кам, но, в общем и целом, получилось там буквально за полтора часика выполнить все заданки очень быстро и при этом получить ультра-контейнеры. Я считаю, что, в принципе, это довольно-таки неплохо, если еще с них мне что-нибудь сегодня дропнет. Поэтому, что касаемо привлечения дополнительной аудитории на выходные дни в летнее время, то, в принципе, я думаю, что разработчики будут работать в этом плане и дальше и будут стараться как-то летом поддерживать онлайн. Но сейчас очень много кто либо не заходит вообще в игру, либо заходит очень редко и поэтому надо как-то, ну, стараться проекту все это дело удерживать. Поэтому я думаю, что здесь большое количество всяких уикендов будет и все те ребята, которые, например, там спрашивают у меня, когда же будут скидки. Но я вам могу сказать, что если у нас будет ультра-викенды, то, значит, у нас будет появляться дисконт-викенды. А дисконт-викенды это скидки 25 на все вооружения. Дальше, что касаемо челленджа, то если вам сказать вкратце, не знаю, буду я записывать вообще видос или не буду, да, по этому поводу. Ну, в мыслях было, по крайней мере, но здесь как бы в видосе тоже скажу, что полностью провальный челлендж, абсолютно нет никакой смысловой части, да. Все устройства были раньше, при том, что даже недавно и я считаю, что это полнейшее провалище. И, ну, с одной стороны, грустно на все это дело смотреть и даже не хочется говорить, с другой стороны, наверное, если получится, то и будет у меня время желания, то выскажусь тоже отдельно. Но я бы не советовал, друзья, вам его приобретать, если у вас есть устройство, да, то просто брать ради того, чтобы получить контейнер и минусануть себе 500 танкоинов. Я считаю, что это полный бред, я уже один полторашний челлендж не покупал, и этот, я думаю, что, ну, если я тот не купил, где были возможности устройства какие-то новые получить, сейчас возможности новых устройств получить нету, то и понятное дело, что я даже и не буду думать, покупать или не покупать, буду только в том случае, если будут реально какие-то сверх жесткие устройства, но посмотрим, будет ли такое в ближайшее время, и может вообще таких моментов не будет. Ну и что касаемо интерфейса, тоже хотелось бы немножко поговорить, также, не знаю, может быть, все это будет дело в отдельных каких-то моментах, есть у меня очень большое количество вопросов к нему, надеюсь, что он будет еще дорабатываться. Ну, исходя из того, что я видел, то много недочетов и моментов, которые не совсем грамотно вписываются в игру, да, то есть это, понятное дело, что как-то новое, не сказать, что там мультяшная какая-то, знаете, как темочка бывает, там мультяшную прям какую-то делают, прям, ну, аж неприятно смотреть, да. Как бы там мультиков особо никаких нету, но все равно, в общем и целом, как-то выглядит, ну, не совсем круто в бою, да, когда у тебя 50%, грубо говоря, экрана занято всякими непонятными иконками, да. И, то есть, если тебе надо сфокусироваться на игре, то очень большое пространство занимает то, чего, ну, по сути, тебе вообще никак не поможет практически никогда, да, то есть я считаю, что это, ну, бредовая тема. Если эти иконки можно было бы как-то в дальнейшем убрать, то, в принципе, их вот бы, ну, мне бы никак бы не помешал, да, то есть те ребята, которым они нужны, они бы, например, бы с ними катали. Если не надо, просто взяли, выключили и все, да, то есть если будет такая возможность, то окей, я буду к этому как-то более проще относиться, но если, например, такой возможности не будет и будут все эти иконки на постоянной основе, то, ну, либо к ним придется долго привыкать, либо это вообще будет какая-то шляпа усатая. Но пока, пока не так много инфы, да, но для видоса, в принципе, мою, мое мнение вы уже знаете, потому что очень много ребят заходят на стримы, спрашивают, что ты думаешь по челленджу, что ты думаешь по всем этим замечательным ивентам, которые проходят, да, и плюс, что там ты думаешь по поводу интерфейса, да. То есть тут вкратце, как бы, все эти моменты есть, если кому было это интересно, кто узнал информацию, возможно, свою какую-то тоже точку зрения имеете, может тоже написать, мне будет интересно все это дело почитать. Ну, а что касаемо данного боя, как всегда, загрузился на Викомолоте, дефолтная метовая тема, каточка 50 секунд до конца, не сказать, что максимально круто складывается, да, я тут стараюсь все-таки давать довольно неплохое количество киллов, ну, все на то, никого, надо постараться сейчас выиграть, у меня овердрайва уже не будет, 35 сек, и после этой каточки уже пойдем открывать ультраконтейнер, я надеюсь, конечно же, выбить что-то крутое, да, ну, понятное дело, что если там Теслочка какая-нибудь дропнет, я там вообще буду в шортах, да, ну, я, конечно, здраво мыслю и понимаю, что там, наверное, ничего такого крутого не будет, но, ой-ой-ой, контейнер лежит, нечуться, вот это прикол, поймал, как тренер получается, даже не думал, что еще в таких боях можно акцентировать внимание на как тренерах, прикольно, но если что-нибудь крутое упадет, какое-нибудь устройство новое, я, конечно же, от него не откажусь, и буду рад тому, что я в последний день все-таки уделил полтора часика выполнению всех этих замечательных новых миссий, плюс у нас 52 контейнера еще есть, поэтому я думаю, что если вы хотите открытие, да, в ближайшее время, то можете поддержать это видео или клайком, определенно там 150-200-очка набирается, сразу хоп-хоп, открытие, сразу следующее залетает, и открываем ультра-контейнеры, а, нет, обычный контейнер, ну, сейчас мы как бы ультра-контейнер открываем, а там уже будет обычный. Ладно, все, восьмерочка, все по дефолту, никаких экспериментов по типу там открытий 5 и добавки по одному, только стабильная единица, и вам тоже советую открывать именно так, поэтому полетели и смотрим, что нам дропает. 3500, это очень плохо, 125 повышенной защиты, это печаль, 3500, 3500, 3500, ой, батареечки, может быть, что они, ну, 125 ремочек и кристаллы, очень крутые контейнеры, я определенно считаю, что не зря набивал, кристаллов нафармил просто кучу, к слову, вы видите, какое количество у нас уже имеется, около 20-ки когда будет, я думаю, что даже видос какой-то определенный запишем с этой темой, но, как вы видите, с сожалению, с такого довольно-таки неплохого количества ультра-контейнеров, как по мне, ну, восьмерка, это, в принципе, неплохо, ничего не падает, в прошлые разы бывали моменты, когда какие-то устройства выпадали, но сегодня, видите, ничего не дропнуло. Пишите, что вам упало, что вам упало, очень многим я видел, падали какие-то интересные ништячки, да, даже кому-то Тесла очка на халяву дропнула, если вы один из тех, то можете просто спуститься вниз в комментарии, написать, да, я вот, ну, вместо восьми там контейнеров упала Тесла, да, то есть, если, может, какой-нибудь другой крутой предметик упал, напишите тоже по этому поводу. Поэтому, как-то так, друзья, если вам понравился видеоролик, обязательно не забывайте поддерживать его лайком, подписываться на канал, если вы вдруг этого не сделали, но с вами был Мистер Ванька, всем, друзья, спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока.